Добрый вечер, Сергей Медведев, в эфире программа «Археология. Археология. Человек». И говорим, мы продолжаем наш разговор о профессиях. И сегодня у нас профессия такая, с одной стороны, очень распространенная в сегодняшней России, но с другой стороны, достаточно редкая. Я сейчас объясню, почему. Вы знаете, такой еще был старый советский анекдот, когда приходит человек на завод и говорит, «Здравствуйте, я дизайнер». Ему отвечают, «Да я вижу, что не Иванов». Потому что профессия дизайнера, она считалась чем-то таким западным, чем-то таким внешним, привнесенным в нашу советскую действительность. Но сейчас, когда, собственно, все занялись дизайном квартир, дизайном интерьеров, дизайном чего бы то ни было, произошла, может быть, несколько такая девальвация понятия. У нас сегодня в гостях действительно дизайнер, человек, проработавший в сфере промышленного дизайна, проработавший на Западе и в России, делавший интерьеры автомобилей «Ситроэн» и «Ниссан». И «Тойота», извините. И переехавший в Россию, сейчас занимающийся промышленным дизайном России, Владимир Пирожков. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы начать с вами разговор с таких философских размышлений общих. Россия и дизайн. Россия и красота. Ведь, говорят, я слышал такое высказывание, что в России много дизайнеров, но нет дизайна. И если уж совсем такой, знаете, есть грубоватый, но, по-моему, справедливый анекдот, когда приезжает какой-то западный дизайнер в Россию, и ему говорят, ну как у вас понравилось? Говорит, у вас красивые дети. Говорит, почему красивые? Это единственное, что не сделано руками. Ну так вот, в России, почему вот это вот существует представление, или это в действительности так, что у нас нету красивого дизайна? Ну, для начала, давайте так, если я как бы буду говорить здесь за промышленный дизайн, да, то для начала нужно понять, есть ли у нас промышленность. Соответственно, после этого можно говорить о дизайне, да, потому что дизайн все равно идет след за промышленностью, и в первую очередь нужно делать функцию того же самолета или еще чего-то, а потом уже делать его, скажем так, красивее или некрасивее. Соответственно, главная задача, в принципе, всех дизайнеров – это сделать объект желанным. Желанным и функциональным, чтобы он был, ну, скажем, как можно меньше стоил, как можно более технологичен и так далее. Там большой спектр вопросов, но главная задача – сделать его желанным, чтобы человек отдавал деньги за объект, который ему действительно нравится. И вы же выбираете телефон, например, из ряда телефонов. В основном из-за дизайна функции уже вас не интересуют, потому что они все одинаковые. Автомобиль – то же самое, например, там, самолет – то же самое. И, в принципе, сейчас управляющим, скажем, фактором стал как раз дизайн во всех промышленных объектах. Но, возвращаясь к вашему вопросу, у нас есть большой вопрос, есть ли у нас промышленность. И если мы говорим о промышленном дизайне, в основном это, скажем так, зачастую это средства транспорта. У нас в транспорте достаточно серьезный провал именно в инжиниринге и в нашем процессе научно-исследовательских и конструкторских работ, не ОКР. На Западе это называется R&D – Research and Development. Соответственно, поскольку все основные, более-менее конкурентоспособные предприятия были, ну, скажем так, переданы или проданы иностранцам, весь инжиниринг и весь R&D, то есть исследования и новые технологии, все ушли туда. Да. Соответственно, это, ну, с одной стороны, неплохо, потому что это высоко, ну, скажем, высококонкурентоспособная история получается, если люди там делают дизайн, потому что, собственно говоря, там они умеют его делать, и там есть традиции и так далее. А здесь, чтобы что-то делать, нужно понимать, что делать. И вот у меня в последнее время здесь главный вопрос в России и нашей стране – какова цель? Какова цель вообще? Куда мы идем? Ну да, то есть дизайн – это не только проектирование предмета, это проектирование будущего как такового, проектирование всей среды, в которой этот объект будет существовать. Да, и тех людей, то есть кто им будет пользоваться. Да, и тех людей. Ну, об этом мы поговорим ближе к концу. Вот сейчас я хотел бы заглянуть в такую, так скажем, археологию, да, историю, культурологию вопроса. Поделюсь таким общефилософским наблюдением. Мне кажется, что одна из главных проблем России – это пространство. У нас слишком много пространства. Я вот сейчас, например, и причем это пространство, как правило, бесформенно и пусто. Я вот сейчас проехал, я даже вот такой написал статью достаточно, почему-то она получилась резонансная в Форбсе, ехал из Москвы в Тарту по территории Псковской и Тверской областей. Достаточно очень упадочные регионы, вот, ужасное качество дорог, вымершие деревни, подступают к дороге лес. И вот я видел, понимаете, вот вроде как должна быть, по идее, красивая природа, а красоты не было. Была какая-то бесформенная масса, масса вот этих вот промышленных объектов, разрушенного сельского хозяйства, запущенного леса, ужасной дороги, которая подступала с обеих сторон. И вот я понимал Россию как какое-то огромное бесформленное, нерасчлененное пространство. И вот я думаю, может быть, дизайн-то это проблема формы. Вы не ту дорогу выбрали? Да, надо было ехать по М1. Нужно было ехать возле Байкала, например. Там прекрасная совершенно природа, и там действительно красиво. Но если так в сторону от шуток, я за целиторальную целостность нашей страны, чтобы она была всё-таки большой и сильной. Помилуйте, кто же, конечно, но в рамках-то целостности хочется, чтобы ещё и красиво было. Согласен. Ну тогда давайте просто подумаем, как сделать так, чтобы каждому человеку, который живёт на своём месте, было комфортно развивать своё место, а не стремиться в Москву и принимать решения там. Поэтому, может быть, нужно, чтобы каждый человек принимал решения на своём месте, и ему за это ничего не было, как говорится. Ну да, здесь проблема, собственно, уже и политическая, и проблема институтов в том числе. И всё же, ну не знаю, ну как вам сказать, вы в Италии жили какое-то время, вы в Ницце, да, жили у вас? У каждого художника должен быть итальянский период. Да, естественно, у вас, как у творца, должно быть. Я сравниваю всегда вот Россию с Италией. В Италии есть какая-то идея красоты, да, она прописана во всём, да, вот то, что школьники изначально понимают. Она прописана в пейзаже, в пространстве. Вот я не вижу в нашем дискурсе национальном прописанной установки на красоту, что функционально может быть, чтобы удобно, да, чтобы там, я не знаю, помпезно очень часто отвечает каким-то задачам власти. Но нет вот такой вот установки на красоту, чтобы было красиво. Давайте тогда немножко я вас попробую обнадёжить, да. Очень хочется. Да, Италия, вообще-то, установка на красоту дана ей 3000 лет назад, на всякий случай, да. Нашей цивилизации российской, да, где-то, наверное, порядка 800 лет, когда мы немножечко сориентировались или приняли религию, например, тысячу лет назад, Владимир Ясно-Солнышко, да. Соответственно, мы моложе втрое для начала. Второй момент такой, что итальянская цивилизация, я имею в виду Великий Рим, она просуществовала 1200 лет стабильного развития. И когда вас не дёргают налево-направо «пойдём на войну», то вы творите и делаете свои скульптуры, лепите Гераклов и Венер долго. Так вот, у нас, скажем так, до революции, ну, скажем так, были свои какие-то там вопросы. Но, в принципе, если вы сейчас посмотрите архитектуру и искусство дореволюционное, оно было очень мощное. Но после революции у нас всего 70 лет, и нам нужно было начинать с нуля, мы же до основания всё разрушим, а затем новый мир построим. Да, построили, да, мощный. Он был, может быть, не такой эстетический, как это хотелось бы нам видеть, да, сейчас эстетам, которые сбалованы поездками в красивые места. Я тоже очень люблю ездить и учусь всему, но у нас задачи стояли другие. Перед Советским Союзом задача стояла выжить. Выживание не очень сильно связано с красотой, оно связано с функциональностью. И, соответственно, поэтому дизайн был в Советском Союзе, он просто был функциональный. Если вы, например, посмотрите, что выпускалось триллион квадратных метров ситчика в цветочек, ну, все были в ситчике в цветочек. Соответственно, у всех были одинаковые санки, у всех были одинаковые радиоприемники, но зато их делалось много. И это другая задача стояла. Если бы человек в Советском Союзе обладал возможностью потребительской, скажем так, у него были бы деньги, то тогда бы и задача другая стояла. Надо было бы делать конкурентоспособный продукт. Мы делали конкурентоспособные самолеты, мы делали конкурентоспособные электростанции, мы делали атомный флот, у которого ни у кого нет сейчас, да. У нас космос вообще-то есть. Ну вот да, понимаете, у нас у меня такое ощущение, что мы умеем делать штучный продукт. Вот, но когда речь заходит о массовом производстве, мы делали, может быть, одни из лучших или лучшие в мире истребители. Но «Жигули» в свое время были хорошие. Нет, «Жигули» были в свое время хорошие. Мы же связаны семейно с заводом. Конечно, я и в Тольятти. У вас отец участвовал в проектировании, я так понимаю, завода. Завода в первую очередь. И вы выросли в Тольятти. Да. У вас осталась какая-то привязанность к «Жигулям» в этом смысле? К дизайну, к этому, так скажем, функциональному, к «Фиату» тому старому 124? Да, дело в том, что, смотрите, это как бы совсем серьезно. То есть у меня есть абсолютно четкое понимание, что единственный путь, который может быть у нас у «Жигулей» в России, «Лада» так называемая, это переделать копейку и сделать «Ниву» хорошую. Когда мы сделаем хорошую, дешевую и качественную, надежную «Ниву» и такую же копейку для молодежи, то все встанет на свои места. Отличная история. Да, соглашусь с вами. «Нива» – вот это один из тех продуктов российских, очень немногих, которые я вижу за рубежом, и которым, в общем, я горжусь. И потому что вижу в совершенно разных странах, и в Канаде, и в европейских странах, и в Альпах они заезжают. До сих пор адекватные автомобили. Да, абсолютно адекватная автомобиль, и прекрасная именно своей простотой. Как бы джиперы на нее нахвалиться не могут. Ну что ж, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о красоте и о дизайне. В гостях у нас и в глазах, впрочем, тоже промышленный дизайнер Владимир Пирожков. В глазах, а у вас тоже на экранах, потому что, напомню, что вы можете смотреть трансляцию. На нашей у нас стоит камера здесь. Говорим мы о том, почему в России так слабы традиции промышленного дизайна, почему у нас, собственно, не привелась технологическая культура. Вы знаете, Владимир, вот расскажу такой анекдот, не анекдот из жизни, случай. Я какое-то время жил в Германии. Вот там, читая русскоязычную прессу в Германии, прочел душесчипательную историю из Казахстана, да, переселенца, наверное, в каком-то сантехнике из Казахстана, который устраивался на работу. И который проявил так называемую солдатскую смекалку, русскую смекалку. В чем там, значит, ему была задача, какую-то надо было простое, там, технологическую операцию выполнить. И нужно было, грубо говоря, исполнить ключ на восемь. А у него в наборе не было ключа на восемь. У него был там ключ на девять. И он взял, подложил металлическую пластину и завернул вот эту вот гайку ключом на девять. Его не взяли на работу. Ему сказали, что нужно было доложить руководству, что у него нет ключа. Ключа на восемь и, соответственно, воспользоваться вот этим всем. Вот. И вот вам не кажется, что здесь вот в этом заключена, в этой байке заключена какая-то разница вот этой вот такой четкой исполнительности такой западной культуры массового производства. Да, вот скажем, Мерседес из Швабии. Да, вот что такое Шваба? Шваба – это порядок. Вот немцы любят порядок. Из порядка родились немецкие машины. А у нас такая культура, вот мы как бы, так сказать… А это хорошо или плохо? Вот я не знаю. Вот смотрите, мое ощущение такое. Мы вообще нация, стоящая между Азией и Европой. То есть мы такой немножечко странный сбор людей, которые, ну, в свое время танцевали вокруг костров, молились Ярилу и так далее. То есть когда у нас появился какой-то там Бог, соответственно, в данном случае Иисус Христос, то мы начали немножечко посматривать на Европу. До этого мы об этом не волновались особо. Леса, ягоды, грибочки и так далее. Потом, когда у нас появился вечный шелковый путь, мы начали комбинировать культуры. Мы начали комбинировать чай и кофе. Мы начали комбинировать котлетку, картошечку и так далее. То есть валенки появились, пельмени, самовары. Все это не наше, все это привезенное. Мы всегда получали что-то с дороги. Что выпадало из фургона, то наше и было. Соответственно, мы нация-интегратор. Мы собираем со всего мира все самое лучшее. И если вы зайдете в магазин, например, у вас есть вино из Австралии или из Чили, или из Франции, или из Италии, попробуйте во Франции найти вино из Чили. Практически невозможно. Попробуйте в Китае заказать чашечку кофе. Зато у вас 700 видов зеленого чая. А у нас вот зашли в кафе любое, сказали чай. Вам говорят, черный или белый. Вы говорите, белый или зеленый. Зеленый там молочный улунг, зеленый улунг с молоком, без молока. То есть целая куча идет. И мы, на самом деле, это очень интересная история. Мы нация-интегратор. Поэтому, наверное, мы оставляем себе то, что нам подходит. И если бы мы были такими уж прецезионными, как немцы, то, наверное, жили бы в Германии. А если бы мы были, например, такими философскими, как китайцы, то, наверное, были бы там. Поэтому там, где мы есть, и слава богу, это первое. А второе, наверное, у нас нету столько денег, чтобы строить идеальные дороги. Или мы не хотим их на это тратить. Поэтому мне здесь счастливо живется. Я 20 лет почти отработал на Западе, на вот этом прецезионном, вышкаленном, чистом Западе. И вернулся в Россию именно по причине того, что мне здесь комфортней, здесь уютней. Вам здесь свой творческий потенциал легче реализовывать? Да, абсолютно. Причем я без шуток и без пафоса дико счастлив, что я вернулся. Потому что, во-первых, у нас сейчас проекты такого уровня. Это, например, работа над интерьером космического корабля нового поколения. Когда бы я об этом мог мечтать? То есть, работая на компании Toyota, я бы делал еще один автомобиль, еще один автомобиль, там 16-й, 12-й, там 24-й автомобиль. Сейчас же 4 колеса, руль, и все едут в одну сторону. Сейчас есть возможность поработать над космосом. Значит, над тем, как люди будут жить в космосе. Есть возможность поработать над передвижением в пространстве, а не в плоскости, как этим занимаются все автомобильные компании, в том числе и в Швабе. Вы имеете в виду ваш вот этот аэромобиль, да? Ну, это целая команда над ним работает. Это просто, я скажем так, его назовем это пропагандирует. На самом деле, это целая команда работает над этим аэромобилем. Это как раз передвижение в пространстве и во времени. Это совсем круто. Поэтому есть проект, например, у нас сейчас есть технологический спецназ. Это на базе Московского института стали и сплавов, МИСИС. Мы делаем сейчас мастерскую по производству прототипов любой сложности. Любой сложности. От чашки до спутника, как говорится. И это очень интересно, потому что... Ну, где бы я мог таким еще заняться, да? Ну, у вас достаточно уникальная история успеха. То есть, вы так, я смотрю, на каждом уровне какие-то свои такой... Ну, удача ее случайно не бывает, да? Это некая... Это выстроенная система. Это выстроенная система, как вы в свое время из Свердловска, так сказать, со своим товарищем к ведущему мировому дизайнеру попали, написав ему письмо дедушке на деревню и получив вызов. Это тоже система была просто такая, немножко наивная. Но, тем не менее, именно наивность работала. Совершенно так же у вас здесь, в общем-то, так скажем, уникальные условия, потому что вы встретились с Германом Грефом, он вас лично пригласил работать, и вам были созданы такие достаточно... Поначалу, да. Поначалу тепличные, а сейчас это... Сейчас это дикое плавание. Вы как бы на собственном паре едете, да? Да, дело в том, что я действительно очень благодарен Герману Оскаревичу за то, что он познакомил меня с людьми, да, потому что все равно у нас страна знакомств и страна, ну, взаимосвязи, взаимоотношений. Вот. Но позже, когда он занялся другим делом, то есть он перешел из Министерства экономического развития в Сбербанк, да, то там тоже ведь, чтобы выстроить, смотрите, что произошло со Сбербанком. За последние, там, пять лет он действительно совсем другой, совсем обновился. И это как раз его заслуга, на мой взгляд, и его коллектива. Вот. Естественно, ему некогда было заниматься теми ребятами, которые там вокруг под ногами болтаются. Так поэтому мне пришлось по-другому выходить на все истории, но уже был запас хорошей прочности, которую Герман Оскаревич предложил. Это очень, я очень благодарен. Но сейчас, смотрите, какая ситуация. У нас сейчас есть определенные, ну, скажем так, очаги промышленности, которые вошли в ВТО вместе со всей страной, да. Соответственно, нужно соответствовать и нужно быть конкурентоспособным. Чтобы быть конкурентоспособным, кроме дизайна практически ничего нет, потому что технологии более-менее одинаковые везде. Можно что-то купить там, поставить на свою систему, сертифицировать это, и все будет хорошо. Другое дело, чтобы это было желанно, потому что это сейчас на свободном рынке. А у нас тут самый свободный рынок, потому что и вот вам вино из Австралии, и вот вам вино из Чили, и из Франции и так далее. То есть автомобили германские, китайские и так далее. А в какой степени вот эта свобода рынка может реализоваться в том, чтобы основать свое собственное дизайнерское бюро? Потому что, скажем, вещи, о которых вы говорите, это же крупные государственные проекты, крупные госзаказы. То же самое, как кабины космического корабля. Вот. Или вот вы делали дизайн факела для Сочинской Олимпиады. Ну, здесь все могли поучаствовать, если бы они были... Скажем так, это был закрытый конкурс, потому что оргкомитет Олимпиады в Сочи нам позвонил и попросил поучаствовать вот в этом конкурсе. Кому он еще позвонил, я не знаю. Поэтому там могли участвовать все практически, кому позвонили бы. Но тогда надо попасть просто в какую-то систему известности, что ли, или систему желанности. Ну, вообще дизайн среда, она возрастает на крупных госзаказах, на больших проектах, но даже не государственных, скажем, в рамках больших корпораций, вот как вы работали в Тойоте. Вот вы считаете, это крупнейшая ведущая в мире, да, автомобильная корпорация? Ну, наверное, я просто знаю эту схему, поэтому... Или, да, или просто продолжу вопрос. Или она должна вырасти из каких-то мелких дизайн-бюро, из небольших фирм по 5-10 человек. Вот, например, я знаю, в той же, в Италии, там, в Северной Италии, огромное количество вот этого вот мелкого штучного производства, оно сидит на таких мелких, иногда семейных фирмах. Мне кажется, и там, и там есть возможность, потому что, ну, я просто знаю эту историю с большими корпорациями, с большой промышленностью, поэтому я в ней комфортно себя чувствую. А, например, если бы меня попросили делать, например, там, ну, мышку для компьютера, наверное, это тоже хорошо, но это, наверное, не мой размер. А есть ребята, которые, например, там, Сергей Смирнов, Смирнов Дизайн, то они занимаются гаджетами, например, они занимаются техникой для медицины. Есть Артемий Лебедев, который занимается своим продукт-дизайном и так далее. Есть разные бюро, которые занимаются своей спецификой, и в цеху нужно просто с уважением ко всем относиться и быть братом в этой истории, потому что нас не так много, во-первых, да, то есть у нас действительно страна с не такой развитой промышленностью, как Япония, например, да, или как Германия. Но у нас есть свои позитивные качества, как говорится, да, то есть у нас есть желание русских все-таки выделяться. Мы же все-таки такие, скажем, эклектичные ребята, да, нам нужно обязательно, вы приезжаете в Европу, и, конечно, вы же русского издалека, вы видите, у него самые цветные джинсы. Ну, назовем это своё слово, понты, да, русские? Назовем это так, пускай, и пускай, да, потому что для нас это понты, для них это outstanding называется, из ряда вон выходящий, да. А вам нравится вот такой вот дизайн на понтах? Потому что, мне кажется, очень многое из современного, то, что я представляю, ну, скажем, по одежде, там, современный русский дизайн, он такой именно на понтах, когда я думаю о том, что делает, там, Куснирович с Боско, когда я думаю о том, что делает Семачёв. Это такой, как бы, понтоваться русским стилем. Вот мы вам матрёшек покажем, все эти кжели и так далее. Я думаю, есть место для этого, да, если люди покупают, значит, им это нравится. К тому же, я бы сказал так, что Куснирович не бедный человек, да, то есть, он на этих костюмах делает, на самом деле, хороший бизнес, и люди покупают. Я считаю, почему нет? Если мы бы сейчас здесь начинали говорить о вкусе, да, то это был бы уже второй разговор, большой, как о религии, знаете. И поэтому это был бы бесконечный разговор. Мне кажется, если люди сейчас на данный момент это покупают, значит, это востребовано. В какой-то момент они будут покупать Гуччи, а потом будут покупать Лои Виттон или Гермес. Соответственно, это всему есть свой покупатель. Ну, всё-таки дизайнер должен в какой-то степени воспитывать вкус, скажем. Вы же, наверное, сталкивались с такой североевропейской школой дизайна, с датской, скандинавской, в конце концов. Даже то, что у нас так многие сейчас покупают Икею, и наши интерьеры обставлены Икеей, здесь тоже, в общем-то, большой дизайнерский прорыв. Людям сказали, что может быть просто и функционально, и скромно, и при этом достойно. Ну, в этом как раз и есть рост, да. Поэтому мне кажется, что каждый должен дорасти по-своему до этой истории. И я здесь ни в коем случае не хочу диктовать или ещё хуже воспитывать кого-то, да, потому что, мне кажется, культура, она вокруг нас. Если её меньше, чем в Италии, ну, вообще-то мы на две тысячи лет моложе для начала, да, значит, надо съездить в Италию, чтобы понять, что надо одевать что-то. Или в Скандинавию, чтобы понять, что мебель простая – это круто и дорого. Вот. Чем более разносторонний человек, чем больше он видел, тем меньше он знает. И, соответственно, ему ещё более любопытно узнать. Вы в Америке, когда бывали, если бывали, то вы, наверное, видели, какая бескусица там. Вот. И... Ну, зависит от места. На Лонг-Айленде или, скажем, где-нибудь в окрестностях Бостона всё в порядке со вкусом. Ну, как и у нас в Петербурге, например, или где-нибудь на Лонг-Айленде. На Рублёвке, да. Поэтому я бы сказал так, что, наверное, все мы растём. И я тоже в своё время очень странные вещи носил, да. То есть, ну, может быть, я бы по-другому выделялся, там, волосы брил, там, или там, или хайер делал. Но у нас у всех есть своё время, когда мы понимаем, это хорошо или плохо. И какое-то время должно на это уйти, потому что нам на самом деле совсем мало времени. Мы с 80-х годов, когда перестройка началась, прошло всего 25 лет. И это совсем мало времени, чтобы понять, насколько мы оторвались. Если мы хотим догонять, это хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, может быть, даже и не надо. А за эти 25 лет было ли создано что-то в дизайне, вот чем вы, не вами, а вообще России, чем вы гордитесь? — Вау. Так, я бы, я очень горжусь автоматом Калашникова, но он до, он олдскульный, скажем так. — Ну, тогда вещь достаточно. — Это хорошая штука, да. Нива, опять же, но это Советский Союз, 73-й год. Нива — это единственный русский автомобиль, собственно, советский, который был создан. Это был не содранный, не украденный, не везённый по контрибуции. — Дайте расширю вопрос, вот сейчас, тем более, в Манеже, выставка была «Советский дизайн 50-х, 80-х годов». Вот, если взять шире советский дизайн, что вам из советского дизайна кажется интересным, что было, скажем, конкурентоспособно по мировым меркам? — На мой взгляд, мы сейчас вот недавно прикоснулись к работе над факелом Олимпийских игр. Я считаю, что факел Олимпийских игр 80-го года был очень хороший, прямо очень хороший. — Который на стадионе чаша или который не сли? — Нет, не сли, который. — А я не помню, какой он был. — Он такой цилиндрик был, простой, но на самом деле он был сделан очень технологично, и с точки зрения именно дизайна, то есть он был, на мой взгляд, великолепный. Теперь мне кажется, что угодить большинству населения страны по тем временам нужно было делать действительно очень крутые вещи. Если я вот как ребенок вспомню санки, санки вот эти алюминиевые, которые были у всех одинаковые, они были прекрасные, на мой взгляд, очень легкие и очень понятные. Потом качели какие-нибудь во дворах тоже были хорошие. Ну, там детство, счастье, там это понятно. А потом, я думаю, что «Жигули» были хорошие. Ну, правда, они были итальянские, но потом стали делать какие-то модификации, они тоже были прекрасные на тот момент. Сейчас, конечно, это устарело, но мне кажется, что в Советском Союзе школа дизайна была очень сильная, потому что у нас не было так много проектов, и нужно было делать всегда наверняка, точно, чтобы работало. Пусть оно было не такое яркое, можно быть, или не такое, ну, скажем, там, вычурное, но было функционально, люди были счастливы, в отличие от сейчас. Да, у нас есть там «Ауди» прекрасный, «Евроремонт» и всё, ну, а мы вот всё ворчим, ходим и ругаемся. На самом деле, счастье человека не в вещах, и, на мой взгляд, то, что были отношения такие прекрасные, это гораздо ценнее, чем модная шмотка. Ну, да. Ну, не знаю, мне кажется же, честно говоря, мне кажется, уровень счастья и несчастья, он примерно одинаков в разных культурах. Это просто нам сейчас с такой оптикой кажется, что, вот, я не знаю, часто говорят, там, вот, в 30-е годы люди были счастливее, да, не видя, там, может, тёмной стороны 30-х годов в Советском Союзе. Ну, просто мы были моложе, я тоже, моё детство прошло в Советском Союзе, я вспоминаю, да, может быть, было больше каких-то... Хотя, вы знаете, тоже сейчас. Лично я считаю, что в моей личной жизни вот уровень счастья и несчастья, он примерно одинаков, в счастье, такие редкие минуты. Жил я в Советском Союзе, жил я за рубежом, я тоже, как вы, много лет прожил за рубежом, живу и сейчас в России. Вот, как-то это настолько от твоих внутренних вещей зависит, а не от наличия, от твоих внутренних состояний, а не от наличия вещей вокруг тебя. Конечно. Поэтому, знаете, я думаю так, что у каждого человека должна, прежде всего, быть цель какая-то, а второе, на мой взгляд, должна быть мечта. И вот мечта, она должна быть какая-то такая романтичная, она должна быть всегда. Даже если вы достигаете этой цели, и, предположим, вы сбыли свою мечту, очень важно иметь следующую и идти дальше. И, ну, бывает драматично достаточно, когда мечты нет. И если мечта, например, какая-то вещь, пускай, сбывайте её, пожалуйста, но имейте следующую, потому что как только вы сбудете ту мечту, которая у вас вот только что была, и у вас нет следующей, у вас начинается драма. Вот. Поэтому, если вещи вас радуют, если объекты вас радуют, вот, на мой взгляд, самый главный вопрос, ну, как у дизайнера, да, желанная эта вещь или нет? Тем людям, для кого ты это делал. Чем больше людей будут радоваться той вещи, которую они купили, и даже не спрашивая, кто это сделал, Филипп Старк или там какой-нибудь Джонсон и Джонсон. Вот, например, я считаю, что автомобиль Volkswagen Golf – это просто какая-то идеальная история, которая точная, да, никто же не знает, кто её сделал. Во всех своих итерациях, начиная с первого? С самого начала, да, потому что она действительно была очень удачная, и люди покупают его просто тоннами, да, поэтому, если люди берут такой автомобиль, вот у нас, например, был проект Toyota Corolla, Auris, так вот, Toyota Corolla продаётся в год 2,5 миллиона автомобилей, это больше, чем Mercedes и BMW вместе взятые, да, соответственно, только от Toyota Corolla. Никакая машина, но такая желанная тех людей, кто её купил. Как это сделать? То есть попадание в какой-то нужный размер, это, знаете, как некий идеальный размер вещи. Платон говорил в своё время, что есть идеальный размер корабля, он не может быть больше определённого размера, но и не больше. Вот Volkswagen Golf был таким попаданием в идеальный размер, да? Да, да, всё правильно, это не только идеальный размер, но и идеальная функция, которую вы пользуетесь каждый день, потому что вам нужны ботинки такие, которые вам будут, которых вы не будете замечать. И вот автомобиль, которого вы не замечаете из-за того, что на нём удобно парковаться, или, например, он не шумит, или, например, он обдувает вас так, как вам надо. Да. Как только вы получаете максимально комфортный объект, вы перестаёте его замечать, и это самое то, что надо. Вот, и, ну, естественно, у нас ещё в России так увеличенный размер статуса и, ну, понтов, как вы говорите, да, соответственно, нужно соответствовать. И девоньки, например, говорят друг дружке, ну, что ж ты ездишь на какой-то левой машинке, тебе что, друг не купил или не подарил тебе на день рождения правильный BMW X5 или X6? И вот это вот, ну, на самом деле... Ну, это уже, да, пошли. Да, ну, это Москва уже. В противовес этому скажу нашим слушателям, поделюсь, что Владимир Пирожков, наш сегодняшний гость, приложил руку к дизайну, мне кажется, одной из самых красивых и одной из самых маленьких машин Toyota IQ, вот, которую я лично очень-очень люблю. Ну, мало кто знает в России. Их очень мало в России, к сожалению, еще меньше, чем смартов, но удивительно красивая машина. Ну, что ж, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и после этого продолжим наш разговор. И снова добрый вечер, говорим сегодня о промышленном дизайне, о России и красоте. Промышленный дизайнер Владимир Пирожков у нас в гостях. Вот мы закончили, поставили на паузу наш разговор на том, что он в том числе проектировал Toyota IQ, маленькую машину. В тот момент, когда работал на Toyota, до этого он работал на Citroën, и, как я понимаю, вы проектировали, принимали участие в проектировании практически всей нынешней линейке, да, и C2, и C3, и C4, и C5, и C6, этот президентский лимузин. Ну, уже даже следующее вышло. Даже следующее. Ну, вот, давайте поговорим об автомобилях. Ну, вот Россия, да, вы в Тольятти выросли. Каждая страна делает машины, видимо, которые каким-то образом отражают ее национальную душу. Вы не считаете, вот, скажем, итальянцы делают красивые, зажигательные автомобили с огнем. Немцы делают такие прочные, надежные, вот, не случайно, да, вот мы говорили, там, Porsche и Mercedes, они в швабе. Это такие швабские машины, там, спать, сложаться в девять вечера люди, все там по расписанию дня, по распорядку. Французы делают женственные и капризные машины. А вот Россия, не могу понять, какие Россия делает машины, и, учитывая опыт достаточно травматический, мне кажется, с нашим автопромом последних лет, вообще, нужна ли нам собственная автомобильная промышленность? Ну, я не думаю, что она у нас будет. Это второй вопрос. Но первый вопрос по России. На мой взгляд, российский продукт вообще, это что-то очень надежное, очень простое и очень желанное для тех, кто не обладает супертехнологиями. Да, то есть, например, страны, которые, ну, где-то живут в горах, там, или, может быть, острова какие-то, или еще что-то. То есть, там, где по-английски говорится rough conditions, да, то есть, где такие жесткие условия. У нас тоже жесткие условия, и если отъехать чуть-чуть подальше от Москвы, то там они все как раз отображаются. Поэтому, на мой взгляд, у нас должен быть российский автомобиль, он должен быть очень простой, очень понятный. Вплоть до того, знаете, как вот мне нравится очень пример с зажигалкой Биг. Если мы научимся делать автомобили такие же простые, надежные и убойные, как зажигалка Биг, по отношению к зажигалке Дюпон, или Танхил, или Зиппо даже, вот это будет то, что надо. Потому что, мне кажется, у нас людей очень много, кому нужно перевезти груз от А до Б. Или перевезти себя, или свою семью, и так далее. У нас очень много, у нас большие расстояния. Нам нужна очень надежная техника, очень простая, чтобы где-нибудь там между Ханты-Мансийском и Салихардом просто встать и починить ее, да, причем на морозе, да, чтобы, ну, пнул там по колесу, и она поехала. Вот это вот такой уровень. Это возможно. Другое дело, какую цель ставить. Если вы хотите, например, сделать автомобиль для президента, и на этом сконцентрировать все усилия автомобильной промышленности, это одно. На мой взгляд, это делать автомобиль для одного человека, когда в России есть запрос на простые вещи, не на Ауди А8, и не на BMW X6, да, а именно на простой автомобиль, который, ну, картошку довезет, собаку довезет, там, еще что-то довезет, там, доски, в конце концов, на дачу. Вот это вещь. И как раз разговор идет сейчас, я так думаю, на Рено и на Автовазе, вот в этом альянсе, о создании похожих автомобилей, которые будут очень просты в эксплуатации, и будут востребованы желанной, и красивой в том числе. Потому что, если у вас есть чистая функция, то она, в принципе, красива. Вот, поэтому, тут ни в коем случае нельзя говорить нравится, не нравится. Это, ну, если вы имеете куда положить эти доски, как-то их там закрепить, это можно сделать очень эстетично, и, в принципе, главное, чтобы молодежь это дело полюбила. Потому что, на мой взгляд, у нас достаточно мало людей в нашей стране осталось на такую большую территорию, и нужно обязательно делать продукт, желанный молодым людям. Вот, потому что, к сожалению, они все смотрят на Запад, и вот как раз возвращаясь к цели большой, мне кажется, сейчас главная цель это украсть и свалить. И вот это вот я очень боюсь, потому что... А это даже уже не цель, это как бы жизненная такая, мелкая жизненная стратегия, тут даже целеполагания и нету. А какая цель? Нет, цели нету, вы правы, я согласен с тем, что нету большой цели, которая способна мотивировать, объединять людей. Цель, это нечто большее, чем, так сказать, украсть. Это как способ существования. Да, но это просто сделать себе экономически удобные условия, и желательно, чтобы свалить куда-нибудь к солнышку, потому что здесь все время мрачно. Вот это тоже я очень не люблю, потому что все, вот это наш культ лета, когда мы живем в зимней стране, когда надо уметь пользоваться и наслаждаться зимой. Вот, вот, все... Я думаю так, что если, ну, скажем так, в ближайшее время образуется цель, а мне кажется, она должна образоваться, потому что иначе просто мы не окажемся в будущем. Так вот, если образуется цель, то я готов под эту цель, ну, практически все усилия бросить, потому что если молодежь действительно поверит, то у нас колоссальный потенциал, и в том числе и в дизайне. Как вы видите вообще, ну, не знаю, широкий, конечно, вопрос будущей России, но с точки зрения дизайнера, да, проектируя вот это вот будущее России, как вы видите вот эту вот, скажем, большую мега-цель, вот как, чем Россия может вписаться? Я сейчас поясню, ведь у нас же есть разные технологические уклады, да, был четвертый технологический уклад, он где-то примерно... Он еще есть. Да, он во многом остался, он с 30-х годов и по... Вот они по 50 лет примерно, да, по 80-е. Это нефть, это тяжелая промышленность, это вот то, что мы, так сказать, в 30-е, 40-е, 50-е продвинулись. Сейчас у нас пятый, вот и в пятый России, очевидно, совершенно с биотехнологиями, с компьютерной индустрией. В пятый мы проморгали, проворонили, да, сидя на своих... Все правильно, да. ...генеральских харчах вот этих вот. Вот, и... Так, может быть, грядет какой-то новый в 2035-2040 новый технологический уклад, в котором Россия будет больше востребована? Не грядет, потому что мы не заложили отрасли под этот уклад. Отрасли — это нанотехнологии и умные материалы. Те, куда... То, куда все хотят попасть. У нас на нанотехнологии было выделено 5 миллиардов долларов, из них три лежат на депозитных счетах Швейцарии, а два работают. На всякий случай 5 миллиардов долларов стоит реконструкция Ленинградского шоссе. Да, то есть, поэтому это не тот уровень инвестиций, за которым идет страна в шестой технологический уклад. Так вот, ну, чтобы сложными терминами не общаться, да, я вам сейчас попробую просто простую вещь попробуйте предложить. Вот, смотрите, у нас есть большая страна. У большой страны есть свои плюсы и свои минусы. У нас... Я так для себя разделил эти плюсы и минусы. Территории. Это большая страна. Дальше ресурсы на этих территориях. Территория делится, на мой взгляд, на транспорт, логистику и там еще что-то у меня есть. Вот. Второе. Это ресурсы. В основном это земля. Очень важно. Земля, которая... пахотная земля, на которой можно выращивать пищу, которая пригодится всем в мире. Вот. И, к сожалению, у нас количество пахотных земель сократилось. Второй ресурс. Это вода. 30% воды пресной на всем свете у нас. За это будет следующая война. И третий ресурс, который очень важный, это углеводороды. Как раз четвертый технологический уклад, на которых еще какое-то время будет крутиться колесо. Вот. Следующий момент. Это человек. Очень важный ресурс у нас в стране. Дело в том, что у нас население Японии на территории всей нашей страны. А в Японии это население на территории Самарской области. У нас 140 миллионов человек, у них 138. Поэтому, когда у вас нету space, когда у вас нету возможности перейти от А до Б, вы по-другому совсем мыслите. И мышление совсем другое. Поэтому, как вы правильно говорите, мы слишком бедные, потому что мы слишком богатые за территорией. Следующий момент. Это, если я не ошибаюсь, там у меня что-то было такое. Бух, забыл. В общем, пять моментов есть. Да. И в каждом моменте есть свои, да, культура. Культура, да. В культуре там была религия. То, что мы сейчас одна из редких стран, где у нас мультикультурная страна, мультирелигиозная. И мы пытаемся это дело как-то удерживать. И пока, мне кажется, получается. Вот. Следующий момент. Это образование и идеология. Вот идеология. У нас там вопросы хорошие, потому что как раз нужна цель. Вот. И если вот из этих всех объектов, ну, то есть, из этих пяти направлений взять любое из этих направлений и работать в нем хорошо, делать качественный продукт, который востребован в мире, то, в принципе, мы каждый на своем месте вместе сделаем хорошую зону для того, чтобы она была желанная, интересная и любопытная для людей с другого мира. Вот. А что, вот если говорить о переходе в этот новый технологический уклад, в шестой технологический уклад, а будет ли в нем вообще автомобиль? Вот у меня все-таки я постоянно возвращаюсь к этому. Я так понимаю, что ваше все-таки дизайнерское прошлое очень сильно связано с транспортом, с дорогой, да, здесь есть. Ну, я транспортник изначально, да. Вот. Будет ли, потому что, вот скажем, я сейчас общаюсь с архитекторами, градостроителями, там очень популярный термин постфордистская эпоха, да, закончилась эпоха Форда Т, закончилось вот это вот огромное столетие, когда вся наша земля была создана под автомобили. Москва сейчас, город, заточенный под автомобили, а не под людей. И вот, как они уверяют, этот фордистский эпох, фордистский период заканчивается, наступает эпоха постфордизма. Как вот вы на это смотрите? Ну, я точно совершенно смотрю, потому что, когда я вернулся в нашу страну, в Россию, у меня был экзистенциальный кризис, да, потому что я автомобилист и транспортник, и здесь я обнаружил уходящие на запад инженерные технологии российские, и в конце концов, ну, автомобильная промышленность была продана. Вот. Надо было как-то жить с этим, и пришлось придумывать свой проект. Этот проект мы сейчас ведем, это проект 3D-транспорт, я бы даже назвал его 4D-транспорт, потому что нужно из плоскости просто выходить в объем. А 4D что, время? Время. Да, мы очень сильно экономим время, и это как с мобильным телефоном. Когда появился мобильный телефон, мы смогли из квартиры говорить, из машины говорить, с улицы говорить и так далее. Мы очень сильно получили другой уровень свободы. Или это даже не время, а свобода. это перемещение куда хочешь, когда хочешь. На персональном уровне. Вы говорите сейчас о этих аэромобилях, да? Назовите их как хотите. Это в принципе не очень важно. Это передвижение в пространстве. Ну, по воздуху. Да. Или по воде, под водой. Это пространство тоже. Поэтому мне не важно, мне важно, чтобы это было в 3D. X, Y, Z. То есть, длина, ширина, высота или глубина. Вот. Поэтому, например... А вопросы безопасности все-таки, учитывая специфические отношения с безопасностью. Это тактика. Вот смотрите, я вам про стратегию. Если вы говорите про шестотехнологические, то это как раз передвижение в пространстве на других скоростях и в других временных промежутках. Вот. Автомобили, да, останутся, если вы спрашиваете, то скорее всего это винтажные дороги и винтажные тяжелые автомобили, которые перевозят тяжелые грузы. Потому что воздух все-таки поднимать тяжелые грузы тяжело, да, и законы физики никто не отменял. Железные дороги, на мой взгляд, приобретут особое влияние и может быть они станут не железными, а какими-нибудь может быть карбонными или керамическими. Ну да, монорельс там, подушка, Моглев, да. Но их гораздо дешевле строить, чем асфальтовые дороги. Поэтому, скорее всего, что-то подобие железных дорог останется для перевозки тяжелых грузов. А уже из станции узлов это будет разлетаться на разное расстояние с помощью 3 или 4 Д-транспорта. Это неизбежно, это близко. Я думаю, что это уже лет через 5 у нас будут ну, в России не знаю, а вот в мире уже вовсю идет эта тенденция. И я думаю, лет через 5 появятся сертифицированные персональные средства транспорта. Я не имею в виду самолеты. Это, скорее всего, что-то свертелье. Вертикальным взлетом, чтобы избежать инфраструктуры аэропортов и так далее. Поэтому, это вертикальный взлет это сейчас самая главная фишка. Если вы сделаете вертикальный взлет, то там уже и желательно, чтобы это какое-то топливо в виде мусора было. Ну, как назад в будущее, если помните, там так было. Переработка. Профессор, да. Так вот, скорее всего, это будет или наши отходы, наша жизнедеятельность, или это будут отходы мусорные. То есть, это как раз интересная очень ситуация, потому что энергетический кризис грядет, и, скорее всего, эта история будет переходить в то, собственно, на чем мы живем. то есть, пока мы будем, будет топливо. Ну, то есть, вы видите постепенный отказ от классических автомобилей, да, переход их в такой раритетов, как проводные телефоны, как были привязаны к трубке, к проводу. 10 лет назад, заметьте. 10 лет назад. Найдите сейчас проводной телефон, у бабушки какой-нибудь не найдете даже. Вот. Это очень быстро происходит. То же самое произошло с гужевым транспортом. За 10 лет он, ну, по большому счету, закончился. И, значит, точно так же, а сейчас крупнейшие автомобильные корпорации это закладывают уже в то, что возможный такой будущий кризис вообще автомобильной Мне кажется, они начинают об этом думать, но, к сожалению, у больших автомобильных корпораций, как и у больших конезаводческих хозяйств раньше, не было задачи думать, скажем, об альтернативной системе. Поэтому они вкладываются в строительство заводов и конкурируют на рынке за клиента, покупающего автомобиль. Я думаю, что здесь будут прорывные компании, ну, как Apple в свое время вошел, то же самое будет здесь. Я думаю, что это будут компании, не связанные с автомобилестроением. Потом автомобилестроители подхватят или, если успеют опомниться, я думаю, что многие компании автомобильные превратятся в тыкву. Вы видели сейчас вот эти разработки Google и мобиля? Ну, да, это не Google и мобиль, это система навигации. Система навигации. Мобиль там любой. Автомобиль там любой может быть. Вот, поэтому система навигации, да, нам интересно, потому что эта система навигации перейдет на 3D-транспорт с таким же успехом и даже это будет стайное перемещение, то есть это коллективное бессознательное, когда птицы одновременно реагируют на поворот влево или вправо, рыбы реагируют влево или вправо мгновенно. То есть машины, видимо, будут общаться друг с другом. Роботизированная система, да. Вот это вот то, что, по-моему, и Стив Джобс говорил, и кто же это, главный редактор журнала Wired, Майкл Вэш, по-моему, нет, вообще, Кевин Келли, Кевин Келли, что вот этот вот интернет вещей начинается, что без участия человека вещи начинают общаться друг с другом. И вот это вот, видимо, то, что вы имеете в виду. И мы пока, скажем так, мы можем быть здесь конкурентоспособны как раз на создание софт, на создание программного обеспечения таких вещей, потому что у нас в России, как ни странно, софт-дизайнеры очень мощные наряду с индийцами. Вот, и мы можем здесь быть очень конкурентоспособными. И у нас есть компания Transas Aviation, например, или компания NITA в Санкт-Петербурге. То есть это люди, которые занимаются навигацией, диспетчеризацией движения и так далее. Это может быть очень даже конкурентоспособная история. Ну да, вот я здесь все пытаюсь понять, где могут быть те направления, на которых Россия может в будущем как-то зацепиться. Вот может быть какие-то, действительно, я думаю, что наша русская такая вот это, то, что я упоминал, этого сантехника, который не тем ключом воспользовался, вот это вот какая-то смигалка, умение изобрести какую-то нестандартную схему, то, что называется out-of-the-box thinking, умение мыслить поверх шаблона. Может быть, вот это каким-то образом будет конвертировано в какие-то прорывные дизайнерские решения? У нас однозначно есть два очень мощных направления, над которыми нужно работать. Это Великий Шелковый Путь, мы будем и Северный Морской Путь. Мы будем транзитом, мощнейшим транзитом на, скажем так, на стыке двух цивилизаций Европы и Азии. И, например, Северный Морской Путь, он на 6 тысяч миль короче, чем через Суэцкий канал, беспиратный, и на 7 дней короче. Это очень важная штука. Дело в том, что все, что свалится из-за повозки, все останется у нас, а свалится самое интересное. Вот, поэтому мы будем транспортниками однозначно, мы будем, у нас мало людей, и люди очень находчивые. Мы страшно ленивые на самом деле, да, и в свое время Иван Дурак валялся на печи до тех пор, пока печь не поехала к царю. То есть, вещи начинают помогать Ивану Дураку, потому что мы разговариваем с щукой, мы, мы очень удивительный народ на самом деле, да, у нас есть там жароптица пресловутая и так далее, поэтому мы из-за своей лени, мы страшно креативные ребята. Ну да, мы, так сказать, ожидаем халявы в виде какой-то, так сказать, либо жароптицы, либо вот этой самоходной печи, и, так сказать, у нас герой не такой работящий, честный, да, а именно Иван Дурак. Пример очень интересный, у меня вот есть один знакомый, он же сейчас вот клиент заказал нам интересную историю, он говорит, когда сидели в отеле в каком-то богатом возле бассейна, захотели заказать виски, и если бы, например, у нас на ключе от номера был передатчик, мы бы, например, сказали, принесите там виски, да, а человек там в баре видел бы, где этот ключ сейчас находится в объеме отеля, и принес бы туда виски. Так вот, мы сейчас работаем над прибором, который показывает положение в пространстве, вот, и первыми заказчиками, как ни странно, стали шахтеры. Ну да, я тоже хотел сказать, что такие вот вещи, наверное, в медицине, это тоже очень... В объеме, то есть в шахте где ты находишься, но это из-за лени, это из-за того, что люди сидели в каком-то шикарном отеле, сказали, как бы вот сейчас хорошо, если бы виски сюда принесли, а вот сейчас шахтеры пользуются этой историей и очень успешно. Конкурентоспособная вещь. Да, конкурентоспособная вещь. А вот эти вот, то, что вы говорите, возвращаясь к теме перемещения в пространстве, вот эти 3D, какие-то прототипы уже существуют этих персональных аэромобилей? Ну, по плану, команда, которая работает над этим проектом, мы должны были взлететь в феврале, в конце февраля этого года, по плану. Сейчас работа идет, возможно, этот взлет будет. Вот, это пока один к трем летающий аналог, и понятно, что все, что связано с воздухом и перемещением в пространстве, это должно быть безопасно, надежно, сертифицировано и так далее. Поэтому работы тут очень много предстоит, и в ближайшее время, ну, я не думаю, что это будет на виду. Ну, хочется здесь пожелать вам удачи, потому что, конечно, каждый раз мы надеемся на такие новые российские прорывные технологии, куда-то в какой-то все песок уходят, что вот с ее мобилем было, что, я помню, это была электронная наночиталка от Чубайса, он показывал где-то год назад, которую во все российские школы хотели снабдить. И хочется спросить, где они сейчас, где ее мобиль, на который я в свое время подписался 75-тысячным заказчиком. Все это уходит в какие-то такие общие разговоры. Ну, смотрите, во-первых, почему, собственно, только Россия? Да, мы сейчас живем в глобальном мире, и глобализация, она неизбежна, да, поэтому я считаю, что при ситуации, когда отрасль, авиационная отрасль со всеми компонентами и подрядчиками, которые работают для авиационной индустрии, ну, практически вся превратилась в труху, то сложно рассчитывать на какие-то, ну, скажем, запчасти или какие-то объекты, которые могли бы быть использованы в этом изобретении. Поэтому я ничего против не имею, если это будет сделано где-то там. Мы же прекрасно ездим на немецких автомобилях и не жужжим. Вот, поэтому если мы будем ездить на, например, на китайском или на немецком аппарате, который придуман русскими людьми, почему нет? Телевизор тоже придуман с Ворыкиным, поэтому мы же смотрим его, и хорошо. Главное, чтобы это было всем людям хорошо, не только, как бы, ну, окей, Россия, хорошо. Графин ребята придумали, русские, ну, где придумали, вопрос хороший. Сикорский делал вертолеты, ну, делал вертолеты, да, то есть, можно сколько угодно переживать за эти изобретения, но, если Россия предложит проекты, кроме борьбы с коррупцией, то, наверное, тогда будет это все в России происходить, а если мы будем только об этом говорить, или о успехах милиции, по телевизору, то, наверное, тогда все будут милиционерами в нашей стране, да, соответственно, надо работать. Говоря, я думаю, у нас осталось время, буквально последних два вопроса, говоря о будущем вещей, вы видите их более простыми или более сложными? Более сложными уже нельзя, они уже такие сложные, что дальше некуда. Мне кажется, да, какая-то перегрузка идет, функционалы, те же, глядя и на эволюцию мобильных телефонов, самих автомобилей, вот мне нравится ваша идея, идея будущего, как автомобиль Нива, но доступный, автомобиль Копейка. Должны быть инновационные, прорывные вещи, как раз в шестой уклад мы войдем с инновационными вещами, они должны быть простые, понятные, надежные, и очень простые, то есть как бы и тогда они будут и полезные, и желанные. Это вот как бы по простоте вещей. И последнее. Вы говорили, что мечта должна быть ваша. Ваша какая мечта? Что вы хотели бы спроектировать? Ну, я уже проектирую космические корабли, и вместе с командой Ракетно-космической корпорации «Энергия» это уже очень круто. То есть это уже такая мечта крутая. Корабль какой-то, с какой-то специфической целью? Пилотируемый корабль, замена Союза. Орбитальный? Да, да. Нет, не только орбитальный, но и дальше. Ну и дальше. В том числе там и для Марса годится. Так точно. А вот сейчас ракеты наши, как я понимаю, невероятно старые. Это же тот же самый королевский ракеты, которые сейчас летают с небольшими поправками. Да, но есть разработки, поэтому я не буду особо тут говорить. Есть. Потенциалы хорошие. Другое дело, чтобы понимать, куда летим, ради чего. Цель. 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 Ну, понятно. В общем, я думаю, что разговор наш действительно сводится с дизайнером, он не мог не свестись к вопросу цели полагания. Надо, чтобы у каждого предмета была цель. Мне кажется, мечта должна быть цель. Да, чтобы у человека была цель, и чтобы у страны как таковой, у самой нашей цивилизации российской, была цель. Это самое главное, чтобы нам понять, где мы и зачем, и есть ли у нас будущее. И тогда в этом будущем будут востребованы дизайнеры, такие, как сегодняшний наш собеседник, промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Спасибо, что были у нас сегодня в гостях. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...